Отопительный сезон в Самаре начнется в штатном режиме. Сегодня работы вышли на финишную прямую. Город к зиме практически готов. Для успешного пуска тепла в квартиры и на социальные объекты подготовлено больше тысячи километров тепловых сетей. 285 центральных пунктов, 103 котельные. Такие данные были озвучены на сегодняшнем совещании в городской администрации. До середины ноября Самара получит паспорт готовности к зиме. Однако городские службы должны быть на чеку. Прошлогодний опыт показал, что холода могут наступить в любой момент. Ну и, коллеги, расслабляться нельзя. Значит, предыдущий сентябрь, годовой давности, он показал, что похолодание может быть досрочным, скажем так. Поэтому, конечно, вот то, что было обнаружено в субботу-воскресенье о неработающих бригадах на участках, значит, этого быть не должно. Значит, контролируйте. Значит, это обязательно нужно все довести дома. Максимально хорошую погоду исполнить. Успешно завершается и дорожно-строительный сезон. За лето привели в порядок важнейшие улицы, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Приемка работ проходит повсеместно с участием представителей общественности. Глава города поручил особое внимание уделять состоянию газонов, чтобы строители вовремя убирали за собой мусор. А там, где обустройство зеленой полосы входит в план комплексного ремонта, важно, чтобы их состояние отвечало нормативным требованиям. И уже завтра изменится схема движения автобусов. Они пойдут по отремонтированной улице Дыбенко на участке от Авроры до Советской Армии. Там, где раньше общественного транспорта не было никогда. Это вопрос газона, это вопрос знаки, это вопрос разметки, это вопрос, где необходима установка светофоров. У нас, Олег Борисович, для информации по Дыбенко завтра снего утра мы поехали на общественное движение, два маршрута открываем в данной ситуации. Завтра снего дня едем с утра по измененному маршруту. Это вот то, что было обещано и губернатором, и вами по улице Дыбенко. На улицу Дыбенко переносится движение автобусов номер 35 и 45, которые до этого ходили по улице Антона Вовсеенко. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.